5 баллов за стройщику. Скорее всего, это свои же стройки. Смотрите, все в ржавчине. Но здесь вообще отделки нет, друзья. Стеклопакеты, окна, плитка. Эти пробки не почем. Вот ручка, да, смотрите. О, ну ничего себе. Нет, их здесь тоже нет. Выкапывали под котлован, вот это все здесь и накидали. Один в телефоне, второй там что-то мазюкает. Вместе с землей палки, кирпич, металл. Здесь, обращая внимание, тоже есть озеленение, как продавали и как на самом деле. Парит от стенки. Правильно их здесь нет. Как вам вот это? Ну так и должно быть все по проекту. Нормальная система допуска. Новый и сданный дом. Ну вот, обратите внимание, вот она, видите, стеновая панель. Вообще 12 сантиметров. И пока вы за это платите свои деньги. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Мы с вами в Красногвардейском районе, где не так давно застройщик ЛСР сдал свой цветной город, который называется Дуо Парк. Четыре дома. Вот они как раз за моей головой. Первый, второй, третий, четвертый. Должны быть красивые дворы. И все такое. Комплекс расположен в Красногвардейском районе. Здесь одна из самых низких цен на новостройки. Квартиры все передаются в чистовой отделке. Вам лишь останется завести мебель, тапочки и кошку. А теперь давайте внимательно посмотрим, как маркетологи рекламировали этот комплекс и что о нем написали. А я зашел на страничку у застройщика и читаю. Цветной город Дуа Парк – это камерный среднеэтажный проект. Дома располагаются вдоль Муринской дороги. Это вот она, где проходит ЛЭП. Этажность от 12 до 14 этажей. И паркинг на 95 автомобилей. Итак, в основе планировочных решений лежит функциональность и эргономика. Все квартиры рационально спланированы. Ну и там дальше бла-бла-бла-бла-бла. И теперь давайте полистаем с вами, как это все выглядит. Смотрите, какая красота. Это двор. Должно быть вот так, с озеленением вокруг него не очень. Поэтому придираться не будем. И сейчас мы с вами, друзья, пойдем посмотрим вот эту красоту внимательно. А я уже обозревал этот комплекс и не раз. Ссылку на эти обзоры оставлю в описании к этому, друзья, видео. Итак, у нас получается 26-й квартал от Дуа-парка разделяет Зеленкой Муринская дорога. Вот она. Здесь проходит ЛЭП. Вот это все, что вы видите, это, конечно, вопрос не к застройщику, а к городу. Потому что он здесь все должен был, конечно, благоустроить и подготовить сдачу. Но начинаем идти и смотрим. Первое, вытоптанный газон. Если это можно назвать так, потому что здесь большое количество людей ходит в жилой комплекс. Кстати, ближайший пока магазин, к нему это верный. Вот он, друзья. Ближе пока здесь ничего нет. Есть уже здесь работающие школы и сады. Но с социальными объектами здесь все достаточно не так-то и радужно, как это все бы хотелось. Мест, к сожалению, в них нет то количество людей, которые живет здесь. И это, конечно, странно. Но вот видите, можно вот по такой дорожечке пройти напротив в этот комплекс. Эти дома я тоже обозревал, когда они, кстати, строились. У меня на канале можно посмотреть видео, ссылку вот в описании оставлю, когда это все еще монтировалось и что находится внутри. А вот и пирог. 16 сантиметров, 10 и 15. Лестничный марш. Здесь видно, видите, как плиты ровно стоят. Или это специально так сделано домиком. Здесь, видите, чуть ровнее. Плита, плита, закладная, зачекаренная цементом. Вот у нас лифтовой холл. Вот у нас здесь будет раз, квартира. Да? Да? А, позагребневые плиты, вот вспомнил название. Достаточно тяжелый материал, но если плохо уложат, то будет звонкий. Кстати, здесь стоят у застройщика, смотрю, хорошие радиаторы керми. Вот хорошо видны лестничные марши. Вот так выглядит коридор. Есть технологические отверстия. Стыки плит зачеканивают. Это бетон. Бетоном. Мелкофракционным. Вот плита. Вот плита. Обварили. И зачеканили. Или это цемент такой специальный для зачеканивания. Здесь на полу аналогичным. Причем-то все ровно уложили плиты. Ну вот, обратите внимание, вот она, видите, стеновая панель. Вообще, 12 сантиметров. Строится по панельной технологии. Многие из вас знают, что я лично сторонник панельной технологии. Ну, у ЛСР, конечно, панельной технологии достаточно, так скажем, унифицирована и экономизирована. То есть, достаточно все это экономно получается. Но за счет этого, конечно, и достаточно интересные цены. Одни из самых низких. В Санкт-Петербурге проекты – это жилой комплекс ручьи и, соответственно, цветной город. Мы видим ровный красивый фасад. На плиты клеится утеплитель. Штукатурится, окрашивается. Смотрится, в принципе, неплохо. Входные группы такие интересные. Вот где-то здесь немножко пыли, грязи. Ну, дает голову поворачивать. Кстати, летом классно. Вот сейчас еще потеплеет. Больше чайки сюда будут слетаться, парить. Прямо над этим комплексом. Аккуратно переходим дорогу. Пропускаем транспорт, чтобы нас никто, не дай бог, не сбил. Ну, вот это, полагаю, город и территория, потому что комплексы – это вот. Сдали, озеленения нет. Деревья. Вот елка раз. Раз деревце, два деревца, елка два, три елка. Ну, как-то маловато. Ну, в принципе, когда смотришь на рендеры застройщика, то здесь не так-то и много озеленения, поэтому ладно. Трава. Давайте смотреть. Семян здесь травы я не вижу. Возможно, они есть потолще этой земли, возможно. Но будем надеяться именно так. Но, глядя на поребрик, что-то здесь он такой подумер. Стоянка для велотранспорта. Стоянка для автомобилей. Здесь, видите, уже он электричество, похоже, прокладывает. Что-то канаву такую выкопали. Ну, как-то ощущение вот на данный момент у меня нет того, что это новый и сданный дом. Здесь мы тоже, видимо, озеленения нет. Еще почему-то остались леса. Уже, кстати, идет передача квартир. И самое классное, смотрите, входная группа у нас в уровень землей. Есть скамеечка. Не хватает здесь урны. Ну, конечно, было бы здорово, чтобы было все чисто и красиво. Элтис. Нормальная система допуска. Заходим. Здесь у нас, естественно, никакого коврика. Отмыто все ужасно. Клининга здесь не было. Очень много вот таких мест. Нужно, конечно, застройщику лучше по мне стараться. Ну, вот здесь тоже что-то вроде, знаете, такое подмывали, но не до конца. А доводчика уже нет. Ручка в ржавчине или в гриве? В ржавчине, похоже. А, это лифтовой холл. Ну, вот здесь просто какой-то кошмар, запах краски, мусор, грязь. И видно, что это вот недавно приклеили, держится на скотче. Ну, так и должно быть все по проекту. Видим этажность с 1 по 12, какая нумерация квартир. Тоже, полагаю, приклеили недавно. Потому что вот скотч забыли смонтировать. Ну, вот такие, конечно, провода. Почему это было как-то некрасиво не организовать, непонятно. Тут вообще ощущение, что текло. Если обратить внимание, как приклеили плитку, и почему-то вот затирки, видно, не хватило. Особенно вот в таких местах на углах. Ну, видно, затирка это что-то такое, что очень стоит дорого, его нет. Ну, вот вид, конечно, вот такой. Ну, и, конечно, сама плитка. Ну, вот здесь стык такой, тут такой стык. Ну, как-то так. Тут она то ли побита, то ли еще что-то с ней приключилось. Так же мы здесь видим, что наверху есть пожарные датчики, но колпачок демонтировать забыли. Но при этом сверху грилья там. Смотрится красиво, потолок высокий. Обычно напылили штукатурку, окрасили. Ну, даже так, в принципе, более-менее. Давайте посмотрим, что у нас тут, и пойдем дальше. Вот за этой дверью непонятно что. Обратите внимание, что здесь тоже ржавчина. А, это у нас, ооо, вот эти потеги желтые, видите, понимаете, да, что это? Это вообще непонятно, что просто какая-то уборочная, наверное. Асалам алейкум. Проходите, ребят. Диспетчерская. Здесь на первый этаж, чтобы подняться, вот есть лестничный марш. Есть ограждающая конструкция. Ну, держится нормально и смотрится, кстати, прилично, если бы ее еще отмыли. Почтовые ящики обычные, без энтузиазма, просто обычные, прикольные ящики, ничего такого в них нет. Ну, вот это, конечно, система. Вот сами оцените в комментариях, как вам вот это? Почему, если вы сделали вход в уровень землей, почему дальше было не сделать тоже в уровень землей? Первый этаж потом, можно будет в другом подъезде посмотреть. Пойдемте на самый верх и посмотрим, соответственно, что там. Не хватает указателей, что лифтовой холл здесь. Вызываем с вами лифт. Две кнопки вызова. Ага, лифт у нас с вами не работает. Ну, правильно, это же новый дом, только сдали этот на первом этаже, этот на одиннадцатом. Очень похоже на отис. Ну, давайте тогда прогуляемся пешком. Здесь, благо, не так-то и высоко. Еще бы понять, где здесь лестничный марш. Возможно, как раз здесь заодно и посмотрим. О, здесь уже есть указатель, какие квартиры, первый этаж. Свет включается автоматически. Из плюсов широкий коридор. Барабанная дробь. Ну, что, как считаете? Как думаете? Есть ли здесь пожарные рукава? Правильно, их здесь нет. Обращаю внимание, что муф тоже нет вот этого переходника. Не дай бог напор, все польется к вам. Ну, зато вот есть трубы. АППЗ. Ну, здесь все аналогично. Ну, хотя бы чистые ящики. Так, идем по этому широкому коридору. Вот тоже, да? А что это такое? Вот здесь, обращаю внимание, как красили потолок, так и окрасили датчики. Фу, здесь воняет, но прохладно, не жарко. Нумерацию квартир так сделали. Знаете, она получается, как парит от стенки. Была бы еще подсветка, было бы вообще, наверное, круто. Ну, проверим, в всякий случай. Но, да, все одинаково. Муфты, рукава, это все очень дорого нынче. Везут, наверное, за границу, у нас ничего не производят. Ага, проходные, как и говорил застройщик в своей рекламе. Так, здесь мы можем выйти во двор. Очень аккуратно, потому что что-то здесь рассыпали. Складывали, не доделали. Очень непонятно, где вообще пройти, где лесничные марши. Где-то они должны быть в сторонке. Нет, это не они. Вот, двор как выглядит. Помните, да, что он показывал рендеры, как продавали и как на самом деле. Вот это все в проекте. Спускаемся вниз. Здесь какая-то рекламка. Круто, чуть на голову не попало. А здесь, видите, пена торчит. Это тоже по проекту пена торчит. И вот здесь. Когда что-то монтируешь, всегда все бросай вниз. Так и должно быть. Ну, вот, фу, запах мочи. Ну, вот видно, как здесь стекло. Здесь вообще, знаете, такое ощущение, ну, все что-то разложилось. Тут все во влаге. Пожарная насосная категория D. Здесь все во влаге. Ну, смотрите. Тут, ну, тут похоже в землю уходит. Больше уходить некуда. А распаечной коробки, крышки нет. Кабель куда-то пошел. Ну, прикольно тут закрыто. Ладно, пошли наверху. Тут арматура торчит. Все по проекту. Так и должно быть в каждой новостройке. Здесь, обращая внимание, тоже есть озеленение. Большие красивые деревья. Вот так выглядит двор. Есть травмобезопасное резиновое покрытие. Здесь асфальт. Такая прикольная лазалка. Вот это непонятные какие-то штуки. Что это вообще такое? Такое ощущение, что это упало, да? Не понимает вообще для чего это. Такое ощущение, что что-то они здесь делали, не доделали. Здесь, соответственно, аналогично с грунтом. Закрытая территория, по факту, настишь открытая. Зато можно поиграть в шашки, шахматы. Тут, по идее, должны быть деревья, которых нет. Скамеечки. Что-то здесь совсем... Здесь даже земли нет. Здесь не доложили, тут не доложили, а здесь ее просто вообще нет. Ну вот, смотрите, вот она. Открытая территория вся. Красота. Тут прикольные скамейки, где можно отдыхать. Ну, была бы зелень, смотрелось бы совсем все по-другому. Я не понимаю, почему в таком виде это все. Ну, вот представьте, вы вот здесь сидите, и вот здесь должно быть какое-то деревье, там какой-нибудь кустарник. Смотрелось бы прикольно. Тут дети бегают все зелененькое, кустики, большие деревья. Ну, вот было бы здорово, но, к сожалению, этого нет. Управляющие компании после ввода в эксплуатацию передали объект, но вот мусор управляющие компании почему-то еще не выбрасывают. Вот непонятно почему. Наверное, экономят деньги застройщика и жителей. Здесь у нас вместе с землей палки, кирпич, металл. Ну, в общем, какой-то мусор. Елочка подумерла, по гарантии уже нужно менять. Тут классная лазилка. Слушайте, ну, вроде, знаете, все недорого, но сделали изначально достаточно интересно. Но почему не довели все до ума, честно говоря, непонятно. Разрешение на ввод в эксплуатацию застройщик получил 9 января 2024 года. Сегодня у нас 22 мая 2024 года. То есть прошло почти полгода, 5 месяцев, и вот это, друзья, вот все вот в таком состоянии. То есть, знаете, у меня вот сейчас ощущение, что они решили и начать что-то делать. Также вот у меня вопрос, что вот здесь делают эти ребята. Вот смотрите, вот этот в телефоне. Вот так лучше будет видно. Один в телефоне, второй там что-то мазюкает. Красавцы, молодцы. А деньги получат оба. Пройтись дальше по двору. Никогда не понимал, для чего на газонах нужны. Ну, вот ладно, люки сделали на газонах, наверное, даже лучше, чем в проезжей части, чтобы не разрывать. А где трава-то? Почему травы-то нет? Где семена-то этой травы? Вот здесь, знаете, ощущение, что вот они то, что вот здесь выкапывали под котлован, вот это все здесь и накидали. Растем вместе с ЛЛСР. Ну да, будем расти вместе, сами сеять траву, убирать вот эти палки, камни, мусор, дохлых птичек. Что-то, наверное, песчанки здесь какие-нибудь, мышки там и все такое. Здесь немножко другой двор. Здесь для самых маленьких. Здесь для них вот такие маленькие лазалки. посидеть с родителем, мусор выкинуть в ворну. Есть теннисный стол. Внутри вот здесь, конечно, ну вот надо было больше дорожечек делать, потому что не очень это все удобно, когда нельзя как-то перейти. Ну что, здесь у нас можно отсюда выйти, пойдем с той стороны, скорее всего, в выход на лестницу. А может быть здесь лифт работает, поднимемся наверх и рассмотрим дома получше. Здесь вот такое озерцо прямо у дома. Ну это уже территория, получается, я так полагаю, не комплекса. Комплексы, скорее всего, вот она по ограждающей конструкцию. Видим, что асфальт провалился, качество работ на высоте. Здесь бетон, здесь бордюры, а где вот здесь почему ничего нет? Хотя бы земли не хватает, реально, чуть шире надо было делать. Или хотя бы так травку посадить, камушком засыпать. Я не знаю, почему не доделан, почему все вот в таком состоянии. Закрытая территория, открытая. Здесь мы видим приямок, это всегда очень-очень интересно. А вот что такое мокрый фасад? Слышите звук там? Здесь штукатурка, потом сетка, потом, соответственно, утеплитель и бетон. А вот и пирог. 16 сантиметров, 10 и 15. Панели в домах круто, что все стены к соседям они из бетона. Это лучшая звукоизоляция. Но все равно тут понимаешь, что слышно будет все. Вот у нас вот так выглядит приямок. То есть, вроде даже все вот, знаете, так неплохо на первый взгляд. Давайте спустимся, посмотрим. Есть место, куда должна уходить вода. Но что-то мне это не внушает доверия, потому что вода вот здесь стоит и видна. Вон, видите, блестит вода. А здесь у нас что вообще непонятно. Дверь закрыта. С лестничным маршем здесь лучше, чем в том приямке, что мы с вами заходили. Дома небольшие, это, наверное, единственный плюс. Камерность, наверное, среди этого района, да, здесь я соглашусь за стройщиком. Еще велопарковка, еще мусор, хабарики. Цоколь из декоративного камня изготовлен. Это самое недорогое, что можно найти на рынке. Скамейка есть, урны нет. А, вот где. Вход на лестнице, сейчас посмотрим, может здесь лифт работает, поднимемся. Из плюсов большое количество остекления. Есть уже камушки, которые придерживают двери. Здесь, в лифтовую. Ага, это колясочная, друзья, блин. Но больше на тех помещениях похоже, чем на колясочную. Здесь уже есть информация от управляющей компании. Красивый стенд. СКВ. Управляющая компания. Что тут дергалось такое? Возможно, где мы с вами изначально были, они еще не передают ключи. Возможно, передают только здесь, потому что вот здесь, видите, понавешивали. Так, лицензия где? Она должна здесь быть. Паспортная, уважаемые. Так, услуги. Тариф тепловой, тариф тариф на воду. Так, а где ваши тарифы? Сколько вообще денег хотите за эту красоту брать? Уборка. Ну все. Одна реклама, больше ничего нет. Так, вызываемый лифт, это же сданный дом. О, ну-ка. О, работает. А грузопассажирский расположен вот так, очень некомфортно, потому что когда вы длинномерные предметы затаскиваете, будут упираться, портить стенки. Здесь у нас с вами строительный вагончик. По-другому мне это не назвать. Ну вот, сделали из УСБ достаточно неплохо. Но могли бы, не знаю, хотя бы баннер затянуть. Написать, добро, пожалуй, домой, дуапарк, бла-бла-бла. Да, лифты отис с режимом регенерации. То есть, представляете, застройщик молодец, успел. Успел отхватить то, что уже покинуло наш рынок. Ну что, последний этаж, 14-й, и внимательно все смотрим. А вы обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. И не забудьте поделиться ссылочкой на это видео. 14-й этаж. Разговорчивая. 14-й этаж, выходим. Здесь у нас есть указатель. Здесь душно. Квартир 10 штук. А широкий коридор, система управления лифтами. Пока что никаких замков амбарных, как это часто бывает. Ну, тут немножечко грилятка поехала. Здесь тоже указатели, где какая квартира. Широченный коридор. Это из плюсов. Немножечко мусора. Вот здесь, кстати, был клиник. Здесь вот видно, что отмывали. Молодцы. Старались. Возможно, здесь есть пожарные рукава. Нет, их здесь тоже нет, друзья. Хотя муфт-переходников тоже нет. Ну, так и должно быть. В лучших традициях новостроек Санкт-Петербурга. Двери обычные, недорогие. Но при этом, отмечу, что достаточно широкие. И вот это прикольно сделано. Была бы подсветка, было бы, наверное, поинтереснее. Чуть было не забыл. Интернет стандартный от Ростелекома. Звонки на низком уровне. Но при этом обратите внимание, что окрашивали. И окрасились звонком, укрывать не надо. Все по проекту. Собственники отмоют сами. Давайте выйдем на переходной балкон. А перед этим посмотрим вот на эту красоту. Смотрите, друзья, как он. Ровно, да? Смотрите, как ровно смонтировано. Вот я вот часто не могу понять, почему. Почему нельзя было ровно сделать. Почему она под углом стоит. Это что за ново-хау? Проектное решение. У проектировщика рука дробнула. Так, это похоже на зону безопасную, да? Да. Заходимся. О, тут прохладненько. Хорошо так. Ну да, тут, видите, укрывали, укрыли плохо. Как обычно, колпачки защитные не сняли. Утеплитель вот он так болтается. Нормально. Но зато есть ограничитель. Это тоже хорошо. Выходим. Всего лишь 14 этаж. Когда выходим, в первую очередь, что делаем? Это вот трясем вот так. Проверяем, крепко ли это держится. Вид отсюда прикольный. Вид на кат. Зеленую зону. За катом это тоже все будет стройка. Там все застроить, друзья. А вид на лэб кому-то, кстати, нравится. Поэтому, как говорится, каждому свое. Отсюда мы можем выйти на лестничный марш. Вот он. Ох ты, а здесь-то неплохо. Специальное покрытие, как в лентах и океях, очень износостойкое. Белые красивые стенки. Смотрится неплохо. Мне нравится то, что здесь большое количество стекления. Ох, ну ничего себе. Ну да, здесь, знаете, данная конструкция такая достаточно хлипенькая. Держится на сварке. Но, кстати, ржавчины пока не видно. Линолеум не стал дыбом. Поднимаемся выше. Такая конструкция. Мусор застройщик оставил. Вот ручка, да, смотрите. Как, как так? Вот это что такое? Блин. Ну, хоть дверь закрыта. И, кстати, сильно слышен шум откада. Наверное, вечером спать классно, когда ты открываешь окно и под этот шум прекрасно засыпаешь. С высоты восьмого этажа хорошо видно отсутствие зеленения. Вот елочек немножечко деревцов засунули. Газонной травы здесь просто нет. Парковка. Все будет стоять в это. Что-то копыт сверху. В машинах это понятно. Да, двери уже не закрываются. Представляю ваши счета за отопление. Похоже, уже работали приемщики. Вон, стеклопакеты. Вон, видите, все царапины изнутри и снаружи. Квартира 78. В коридоре видим остатки ламината, плитки. Ну, что, может быть, здесь есть рукава. О, видите, вот она, муфта есть. Сюда надевается другая и идет уже рукав. Но все должно быть соединено, потому что, если не дай бог, ЧП, все горит быстро. И вы должны успеть потушить пожары или также сотрудники МЧС. А здесь ничего нет. И вот, соответственно, дом сдали почти полгода назад. А уже нужно писать в МЧС и оставлять заявки по гарантии. Забрала, как я это называю, хорошо смонтирована. Но, конечно, здесь грязь. Остатки ламината. Было и видно роскоши. Из плюсов, конечно, что... Чистовая отделка. Свет включайся. Ну и все. Здесь, кстати, тяжеловато в часы пик выбираться, заезжать, выезжать. Здесь очень много людей. Соответственно, для того, чтобы тут было комфортно, это либо выезжать позже, либо раньше нужно. Либо, соответственно, нужно... Ну, пойдемте пешком. Либо, соответственно, нужно работать дома. Тогда, в принципе, вам эти пробки нипочем. Вечером здесь очень большое количество, друзья, машин. Очень большое. Вроде и места есть, но паркуются везде на дороге. Ездят периодически эвакуаторы, которые вывозят автомобили. Потому что их очень много. Давайте на седьмой пройдем, посмотрим. Вон уже велосипеды повытаскивал кто-то. Здесь доводчик умер. Его снесли, либо демонтировали. С разрешения захожу в квартиру. Это, похоже, студия или ободножка, чтобы показать вам отделку от застройщика. Итак, на полу ламинат, ламинат на стяжке и вот эта беленькая, эта подложка. Двери, кстати, неплохие. Видим, что здесь уже был авангард, принимал эту квартиру. И, соответственно, видно, поэтому все переделывают. А, это обои, смотрите, только поклеили, ничего себе. Ванная комната. Здесь недорогая плитка на полу. Терамогранит. Обычная советская плитка на стенках. Раковина вот такая. Такие раковины ставят для того, чтобы вот сюда можно было поставить стиралку. Так, и вот только у меня вопрос, а где вывод-то под стиралку? То есть, вот это что ли? Ну, что-то странно, конечно. Или надо сюда шланг по старинке опускать. Всего лишь тут две розетки я вижу. Душевая кабинка. Такая компактная достаточно. В ней не так много места, будет некомфортно. Вот смотрите сами, да, по размеру. Пожарный шланг для пожаротушения. Еще вопрос, куда его нужно крепить. Туалет. Ну, такая ванная... А, смотрите, еще две розетки. Сразу, друзья, не заметил. Вот, смотрите, две здесь и две здесь. Вот это круто. Потому что у вас какой-нибудь полотенцесушитель, у вас фен, у вас электробритва, зарядка планшета, телефон и все такое. Ну, да, вот видно, как тут они поднакосячили. Ну, вот так плитка уложена в трынде с уступом. Просто на камеру даже видно, капец. Это то ли плитка такая кривущая, то ли что-то еще. Здесь аналогичная дверь. Дверь смотрится красиво, но с дефектом. А, это студия, друзья, очень маленькая студия. Вентиляция, просто белые обои, большое количество различных розеток, большое количество различных дефектов. Видно, авангард здесь принимал выводы. Холодная, горячая вода, канализация. Это вот такой пластиковый плинтус. Ас-саляму алейкум. Радиатор у нас с регулятором. Есть лоджия из плюсов, друзья. А, это балкон, балкон, извините. Балкон широкий, раз. Здесь уже плитка от застройщика. Балкон, соответственно, холодным остеклением. Это тоже, ну, как бы, знаете, летом хорошо, зимой, конечно, здесь особо не попользуешься. Есть киф. Тут немножко подкрашивают здесь, скорее всего, соседи. Отсюда вид на садоводство бывшее, частный сектор. У кого-то такие нормальные дома. Здесь люди живут уже давно. Ну, отсюда видно вадохранилище. Вот оно, друзья. Видите, впереди блестит. Это оно. Ну, и, конечно, прекрасно видно озеленение. Дети уже внизу бегают, играют. Песочница без песка. Ну, все в лучших традициях новостроек. Новостройки очень часто сравнивают с новыми автомобилями. Когда приходите в салон, приобретаете новый автомобиль, приходите, он намыт, сияет, с бантиком. Такая красота. А с новостройками почему-то у большинства застройщиков все как-то, знаете, так. Приходишь, вот здесь грязь, разруха. Ну, вот, знаете, нет вау-эффекта, что это новое, что это твое, что себе хочется. Вот мне сюда не хочется приходить. Я вообще больше сегодня не хочу приезжать. Вот меня позвали, пригласили подписчики. Я поэтому приехал. Ну, вот, блин, как я, не знаю, почему так. Почему вот в таком все... Причем ЛСР достаточно крупная компания. Вы же большие ребята, вы же крупные. Почему вот вы не можете это сделать? Его тоже, да, вот смотрите, сейчас покажу вам. Вот осталась будка. Заезд под камер. Газовые баллоны стоят на солнце. Огнетушителей нет. Какие-то элементы, трактора. Ну, как это так? Вы же вот пришли людям передавать ключи. Они уже принимают. Мы видим то, что, соответственно, приехали специалисты и приемщики. Уже что-то нашли. Вот мусоросборочная камера. Дверь открыта. А что у нас тут? А тут у нас мусор действительно. У нас здесь вот тут крышечку вот здесь оставили. Такая же белая плитка. Кстати, как у вас в ваннах. Ну, так и должно быть. Ну, хотя бы уклонка есть. Интересно, а что здесь такое? Желтенькое, темненькое. Да. Круто. Гидроизоляция. Дырку птичкам оставили. Ну, вот получается, вся основная цивилизация, она вот здесь. Вот там вдалеке самые первые дома, которые сдались. Там же школы, детские сады. Вот там же школа, детский садик. Соответственно, вот там дальше стройка идет. Ну, вот это понятно, да, там все достроят. Вот только, смотрите, как вот сейчас времени. 15 часов 28 минут. Смотрите, сколько вот на той стороне людей идет. Смотрите, друзья, сколько много идет людей. Это только день. Приехал автобус, и знаете, как в метро двери открылись, и все пошли. Людей здесь очень-очень много. Кстати, кто знает, что вот за вот этот двухэтажный или трехэтажный дом? Я посмотрел, что это жилой дом. В продаже такого не было. Реально круто. Я бы, наверное, вот там бы себе купил бы квартиру. Мусоросборочная камера в доме. Будут хлопаться двери, могут быть посторонние запахи. Я против такого решения. Категорически. Для этого есть вот такая. Надо было только ее делать ниже, не делать такой двухэтажный. Ставить нормально, не знаю, из дерева бы сделали, обшили бы дерево. И смотрелось бы все намного лучше. Кстати, если кто-то не знал, то когда вы приобретаете квартиру, то в стоимость квартиры также входит не только вы оплачиваете дворы и все остальное, а также и мусорные баки, которые идут по специальному расчету. На каждый дом определенное количество положено баков. И это все принадлежит жителям. Поэтому нужно бережно относиться к своему имуществу. Есть паркинг. Паркинг на данный момент выглядит вот так. Он тоже сдан. Но то, что он сдан, это только видно на бумаге, в разрешении на вот в эксплуатацию, потому что здесь, фу, господи, пахнет фекалиями. Здесь настоящий у застройщика, либо подрядчика, склад. Стеклопакеты, окна, плитка, стеклопакеты, двери, наличник от утеплителя. Класс, да? Классный паркинг. А кто-то же место здесь покупает. А здесь выше поднимемся. О! Можно подняться выше. Но здесь вообще отделки нет, друзья. Прикольно. Но зато сдали. Все по проекту. Кабель канала они укладывали, направляющие насверлили, а потом передумали. Тут тоже ничего нет. На самый верх не пойду, смысла никакого не вижу. Просто же скач. Недостроенный объект. Вон так арматурка торчит. Вон здесь видите, да? Слушайте, не подняться. Монтаж окон, смотрите. Класс, да? Откосы не закрыты, ничего не заделано. Нормально. Все по проекту. Дверь открыта. Ну вот он, да. А вот он второй этаж паркинга, и в последующие все будут аналогичные. Нет тебе знаков, где выезд, где заезд. Нет тебе парковочных разметок. Ничего. Вон даже, видите, где кирпич просвечивается. Вон на камеру видно. Да, красавца, что сказать. Ну-ка, тут что? Обращаю внимание, что здесь технологические места. Даже здесь у них зачеканено. Все ржавое. Вот, смотрите, все в ржавчине. Потом не удивляйтесь, когда, знаете, из-под краски она идет. А какие нити, если она уже изначально такая. Здесь все аналогично. Можно посмотреть, что происходит на нижнем этаже. Лифтовой холл. Здесь его можно холлом назвать. Но здесь даже кнопки лифта нет. Лифты не смонтированы. Но зато объект сдан. Что я могу сказать? Да, вот здесь тоже плиты подходят вообще шикарно. Примыкание просто на 5 баллов. Наверное, застройщик торопился быстрее передать вам квартиры. Когда, кстати, зайдете в разрешение навод в эксплуатацию, там увидите, что сданы все дома. А в один день вместе с паркингами, чтобы не говорили о том, что паркинги они еще не сдали, сдадут они потом. ЗОС получили, разрешение навод получили. Значит, объект пригоден. Дома для проживания. Паркинг для стоянки автомобилей. О, выход на крышу. Тут можно погуляться по крыше. Посмотрите на этот беспорядок. О, Господи. Смотрите, как классно сделали примыкание. Ну, что, долго это просто стоит, как считаете? Пока не потечет все. Ну, с этой стороны аналогично. Спасибо, хотя бы есть уклонка. Спасибо, что есть сетка. Спасибо, что есть леса, грязь. Ну, так и должно быть в новостройке. Но зато с этого прекрасного нового паркинга хороший вид на садоводство советское. Вот здесь, видите, они оставили запчасти, мусор. Собственникам будете потом сами выбирать вместе с управляющей компанией. Ну, и вот это, соответственно, весь ваш двор с вашим озеленением. Ну, а что, давайте отсюда выходить. Посмотрим только, что у нас с гидроизоляцией. Гидроизоляции здесь нет. Вот, видите, они кровлю смонтировали. Здесь должны герметиком были пройтись. Но почему-то не прошлись. Вот оставили так все. Здесь, если кому-то нужны дрова, вот они прямо здесь наверху. О, печалька какая. И вот еще раз, друзья, смотрите, вот как муравьи идут. Издалека реально, знаете, такой муравейник. Вот они люди. Идут туда, идут сюда. Большое количество начинает машины ехать. Здесь реально трындец. Вечером, когда приезжаешь, или там в час пик, это, конечно, что-то. Зато есть раздельный сбор мусора. Вот, видите, баки привезли. Самое главное, чтобы когда приезжает мусоросборочная компания, чтобы они все эти баки в один выбрасывали. А так, хорошая идея. Хорошая задумка. Вот так паркинг выглядит, друзья. Напишите в комментарии, как вам паркинг, что вы о нем думаете. Как вообще вам сдача этого объекта. Ну и, кстати, кто уже принимал квартиры, или не принял квартиры, напишите, пожалуйста, в комментарии, что с качеством объекта. Все ли сделал то застройщик, что вам обещал. Какую вы ему поставите оценку. И не разочаровались ли вы в приобретенном вами проекте. А на вторичном рынке здесь квартиры хотят продать за 4,4 миллиона рублей. А от застройщика эти квартиры стоят уже от 5 миллионов, там, 300 тысяч рублей. Понимаете разницу? А все из-за того, что разные ставки по ипотеке. Да, везде разруха. Вот реально, смотрите на эту землю, друзья. У меня ощущение, что прямо выкопали канаву. И с этой канавы привезли вот эту землю. Земля перемешана с пластиком, деревом. Ну, в общем, с мусором. Смотрите сами. Насыпят вам на газоны. Нормально. Все нормально. Это самое дешевое, что можно быть. Скорее всего, это свои же строки. Вон здесь, видите, и гравий, и бетон. В общем, чего здесь только нет. С этим, блин, который радиацию измеряет, надо сюда подойти как дозиметром. И проверить, вообще, все ли здесь в порядке. Электрическая подстанция, трансформаторная, так называемая будка. Ну, блин, все, друзья, все. Вот такая красота. Впереди с вами видим насосную. Ну, красота какая. Там еще, похоже, монтаж идет. Еще один паркинг. Паркинг-склад, да? Да, здесь тоже склад. Здесь уже сыпучка, газобетон. Так все и должно быть в новом сданном доме. В новом сданном паркинге. Ты где припарковал машину? А вот там, видишь, кучу грязной земли с мусором. Вот прям там. Здесь еще у нас такие специфические парковки под велотранспорт. Направляющие под ГКЛ. Аналогичная входная группа. Вот здесь металлического коврика не хватает. Внутри его, понятно, нет. Двери складируются. Так, я вот в этом... А, нет, я в другом был. Значит, в предыдущем я был в подъезде в первом. Здесь мы видим тоже двери. Здесь мы видим... Такое все как-то так не очень. Лифтовой холл. Ламинат, кстати, Егер. Если я правильно произнес, какой тут класс. Ох, непонятно. О, пыль еще здесь какая, капец. Смотрите, отмыли, приготовились. Подметают. Ну, я так полагаю, чуть позже здесь будут выдавать ключи. Вот у меня такое ощущение. Ну да, в новом доме лифт отключен. О, кстати, а это переговорное устройство. Если кто-то застрял в лифте, сотрудники МЧС могут поговорить с ним. Ну, вот здесь смотрите сами, друзья, что здесь есть. Вот тут, видите, ничего нет. Дом сдали. Класс. Особенно те, кто принимал его. Молодцы. А тут, смотрите, гипсокартон забыли окрасить. То есть в том он был белый. В этом мне придется снимать потолок. Эту грилляту для того, чтобы окрасить потолок. Ну, пять баллов застройщику. Все по плану. Так и должно быть. Самое главное, что все таки будет, друзья. Знаете, почему так все будет? Он смотрится вот на этот паук. Вы знаете, ощущение, что они просто заштукатурили и забыли про него. Потом раздолбили. Ну, других слов нет. Почему все так будет? Да потому что пока вы все это терпите, пока вы за это платите свои деньги, вот так все и будет. Пока вы будете верить маркетингу застройщика, который может наобещать, наговорить что угодно, а по факту будет все совсем по-другому. Так что кому нужна помощь с недвижимостью, продать либо приобрести, не стесняемся, пишем, звоним. Я есть во всех мессенджерах. Ватсап, Телеграм. Можно оставить заявку на моем сайте andreyartemov.ru или просто мне позвонить. Можно даже написать смс, чтобы при получении ключей не было бы вот такой досады. Когда вместо новой вещи, новой квартиры, ты получаешь какой-то, знаете, недострой. Такое ощущение, что тебе выдали ключи от стройки. А приходится принимать, потому что понимаешь многих, что платят ипотеку, люди платят за съемное жилье, естественно, хотят быстрее переехать в свое. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. Достучимся вместе до застройщиков. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok